В здоровой семье здоровый спортивный дух. Прекрасные традиции в развитии физкультуры и спорта в семьях есть во многих поселениях Славянского района. В этом нетрудно убедиться, если прийти на семейные спортивные игры «Стартуем вместе». Эти состязания состоялись в Центре спортивной подготовки «Олимпийц». В соревнованиях приняли участие 13 семей. Из них было 5 семей, где ребенок мальчик, и 8, где вместе с родителями выступала девочка. В соревнованиях идут за счет спартакиады, поэтому и состязались семьи вполне серьезно, с напряжением сил. Мы привлекаем семьи, чтобы участвовали, самое главное, дети, чтобы была сплоченность у семей. Виды сегодня у нас настольный теннис, дартс и лихоатлетическая эстафета. Прибыло на сегодняшний день 13 команд. На открытии соревнований их участников поздравил с этим спортивным праздником начальник управления по физкультуре и спорту Славянского района Александр Прищепа. Образовый ансамбль спортивного танца «Академия» порадовал собравшихся своим искусством. Затем начались сами состязания. Семьи соревновались в настольном теннисе и дартсе. Даже те, кто участвовал в спортивных играх впервые, совсем не терялись. Сейчас вот выбрались, получили массу эмоций благоприятных. Очень хорошее настроение. Очень хорошее. Не первый раз принимали? Первый раз. Но мы будем еще и больше принимать участие в таких мероприятиях, особенно семейных, спортивных. Это очень укрепляет семью. Семья Гизе из команды прибрежного сельского поселения завоевала первое место среди семей, где ребенок мальчик. Их подготовка была основательная. Мы готовились, тренировались все это время. Играли в настольный теннис, тренировались в дартс. Хоть нашему ребенку только семь лет, но мы уже с давних времен, можно сказать, с мужем в спорте. Мы оба принимали участие в соревнованиях по баскетболу. Играем в баскетбол. Любим этот больше всего вид спорта. Ну и, конечно, остальные виды плавания и все-все остальное. Вообще любим все. И хотим, чтобы тоже наш ребенок стал спортсменом таким же, как мы. Завершились соревнования легкоатлетической эстафетой. В общекомандном зачете прибрежное поселение стало лидером. На втором месте анастасиевцы, на третьем – славянцы. Команды-призеры были награждены грамотами, кубками, медалями и памятными подарками. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». КОНДОЧЕСТВИЩАЙС. Продолжение следует...